Привет-привет-привет, ребята, девчата, с вами Лена. Сегодня хотела бы рассказать о пяти книгах, которые меня окончательно влюбили в литературу и которые я в какой-то период времени хочу перечитать. Вообще книги я не перечитываю, мне жалко красить, во-первых, время у тех новых историй, что меня ожидают, ну и во-вторых, я трусишка-зайчик серенький, который боится при перечитке спугнуть до первого воспоминания и ощущения, которые эти книги мне дали. Но, конечно же, есть три книги, которые я вообще перечитываю не страшась, потому что они сидят в таком бронежилете моей любви, что им вот точно ничегошеньки не страшно. Но, окей, сегодня давайте расскажу про пять, которые претендуют все еще стать моими абсолютными бесстрашными фаворитами на перечитку. Первая книга написана нашим соотечественником и современником Михаилом Шишкиным, и это письмовник. Про эту книгу я узнала в 2014 году, я увидела цитату ВКонтакте и сразу решила, что я хочу узнать просто все, что есть в этой книге до и после этой цитаты. Эта книга, кажется, до банального простая, да, здесь история парня, девушки, обмена их письмами, где они делятся событиями своего дня, вспоминают лето, дачу, речку. Но эта книга, конечно же, оказывается, не такой простой и заурядной, предсказуемой. Знаете, она мне сердце разбила, вылечила, опять разбила. В общем, все метаморфозы, которые могли произойти с моим сердцем, они произошли, пока я читала вот это произведение. Здесь потрясающий язык, невероятные метафоры. И это, возможно, был первый раз, когда я читала, думала, что как же, как человек такое может придумать в своем мозгу, почему я так не могу придумать. Вот. И именно письмовник и еще Гришковец вселяют в меня веру в российскую литературу современную. Со следующей книгой я также познакомилась в 2014 году, и это портрет Дориана Грея. И, прочитав его, я очень долго сокрушалась. Как же, как же так вышло, что я познакомилась с книгой только сейчас? Я думаю, что сюжет всем известен. Это история молодого англичанина, с которого рисует портрет. И с того самого момента все жизненные события отражаются на портрете, а с моим Дорином ничего не происходит, и он пускается все тяжкие. Для меня это в хорошем смысле такой учебник цинизма и лицемерия. Хотите больше узнать об этих двух понятиях, вообще в Википедию не открывайте, открывайте сразу книжку. Хочу два слова добавить об издании. Я его выбрала только из иллюстраций, вот таких прекрасных иллюстраций, графика, современный модерн, но оказалось, что они не имеют никакого отношения к книге Дориана Грея. На самом деле это иллюстрации к пьесе Соломея того же Оскара Уальда. Ну, просто знайте. Итак, затем у меня идет приключенческий роман «Граф Монте-Кристо». Это история французского моряка Эдмона Дантеса, который влюблен в девушку, хочет на ней жениться, но выходит так, чтобы в эту девушку еще влюблен более могущественный человек, который в итоге Эдмона подставляет, и тот становится узником замка Ив, что является тюрьмой. И дальше у нас история о том, что уже сильнее — человек или обстоятельства. Эту книгу я хорошо помню, потому что я прочла ее за один день, и я думаю, это что-то договорит о том, насколько она увлекательна и хороша. И последние две книги я читала где-то в 2007 или 2008 году. Я смутно помню их сюжеты, но очень хорошо помню, что они затронули все струны моей души, и после прочтения я эти книги просто впикивала всем своим друзьям. И первая из них — это «Поющие в Терновнике» Колин Макаллоу. Это история Мэгги, ее семьи, невозможной любви, и я помню, что ее семья переезжает из Австралии куда-то, то ли в Америку, то ли в Европу, точно не помню, но вот что-то такое с сюжетом. И что я очень-очень хорошо помню, что здесь чуть ли не на всю страницу есть какое-то безумное описание природы, которое меня реально принесло в тех тропики, к тем попугаям. И я помню, что это было как-то очень-очень-очень красочно и живописно. И еще очень хорошо помню одну романтичную сцену, но про нее рассказывать не буду, потому что тогда это уже будет спойлер. Вот. Ну и последнее на подходе — это «Нетерпение сердца». Это роман, в котором нет романа, только безответная любовь. Вот про эту книгу я очень хорошо помню, что она мне дала четкое представление о малодушии. Еще в ней были настолько четко прорисованы душевные переживания человека, что я как будто действительно в их головах и сердцах побывала, вот честно. И я очень хорошо помню, чем кончилась книга, но не в концовке дела, а вот в самих вот этих прорисовках, переживаниях. Вот ради них я хочу перечитать и посмотреть. Затронут ли они меня так же, как и в первый раз. Вот такие вот книжки. Я их все читала либо в электронке, либо у кого-то одолжила, поэтому купила. Даже если не с целью перечитать, то хотя бы поставить на полку, смотреть, любоваться и игреться воспоминаниями с наших с ними проведенных деньгах. Если у вас есть какие-то слова поддержки, мотивации, потому что не стоит бояться, надо перечитывать книги, пожалуйста, поделитесь ими со мною. И я желаю вам всего отличного дня. Пока-пока-пока!